Привет, друзья! На дворе 2024, в вашем кармане 2 миллиона рублей и какой кроссовер выбрать? Такой вопрос беспокоит действительно многих. И ответ, к счастью, есть. Топ лучших вариантов мы составили вместе с профессионалами своего дела, компанией ОК Автоподбор. Кирилл со своей командой уже давно известен на просторах YouTube и не первый год помогает найти лучшие варианты для покупки своим клиентам. И именно совместно с ним мы решили сделать для вас эту подборку. Встречайте! Топ лучших кроссоверов из разных сегментов до 2 миллионов рублей в 2024. Давайте начнем. Открывает наш список HVL Jolion. Год выпуска за наш бюджет будет 2020-2021, а пробег не более 60 тысяч километров. В случае с Jolion мы имеем стандартный набор инженерных решений для недорогого кроссовера. Спереди используют стоки Макферсон, сзади работает торсионная балка, если привод только на передние колеса, либо многорычажка в случае с полноприводными модификациями. В переднеприводной версии комплектуется турбомотором 1.5 мощностью 143 силы. Этот алюминиевый двигатель стал развитием мотора, который ставили на модели H2 и H6. Тот, в свою очередь, произошел от тойотовского 1NZ-FE, который изначально вообще был атмосферным. И в своей нынешней ипостаси двигатель Jolion должен быть неплох в плане надежности, хотя на запредельную ходимость рассчитывать не приходится. Потолок по ресурсу для него примерно 250-300 тысяч километров. Рабочий объем здесь почти такой же, но уже с непосредственным впрыском вместо распределенного. Соответственно, и отдача выше, мотор достигает 150 сил. Механическая шестиступка вряд ли склонна к сюрпризам. При селективной 7-ступенчатой робот с парой мокрых сцеплением тоже не запятнал свою репутацию отказами. Уже базовый Jolion с механикой неплохо оснащен. У него есть подогрев зеркал и кресел, пусть и однозонный, но все же климат-контроль, мультимедийка с 10-дюймовым тач-скрином и поддержка Apple CarPlay, круиз даже есть и даже бесключевой доступ. По итогу у Haval получился неплохой автомобильный продукт. Да, Jolion не безупречен, однако со всеми его грехами нетрудно примириться, держа в голове положительные моменты. Ведь это вполне современный кроссовер, который прилично выглядит и неплохо едет. Заслуженное место в нашем рейтинге. Едем дальше. В следующем списке лучших кроссоверов до 2 миллионов Кирилл рекомендует рассмотреть Hyundai Creta. И лучшим выбором в покупке по его рекомендации будет полный привод с двигателем 2.0. За 2 миллиона вы можете рассчитывать на 2019-2020 годы выпуска. Как и у любой другой машины, у Creta есть и плюсы и минусы. Самое главное преимущество это оснащение. Тут имеется бесключевой доступ, запуск двигателя с кнопки, парктроне, климат-контроль и многое другое. При этом за наш бюджет год будет одним из самых свежих. В нашу страну Creta поставлялась с двумя бензиновыми двигателями 1.6 и 2.0. 123-сильного 1.6, известного всем по Солярису, для кроссовера маловато. Если спокойно передвигаться по городу, то мощности вполне хватает, но при обгонах на трассе ощущается недостаток силы, из-за чего водителю придется постоянно раскручивать движок. Рядная четверка показала себя с положительной стороны на многих корейских автомобилях, таких как Солярис, Лантра, Ай-30 или КСИ. Она неприхотливая, экономичная и легка в обслуживании. Капиталить ее берутся не все, так как есть сложность в изготовлении гильз для блоков. Поэтому большинство просто меняет двигатель целиком на бэушный, но по факту ресурс мотора при грамотном обслуживании может достигать 200-300 тысяч. Двухлитровый двигатель на 149 лошадей более приемистый и динамичный. Изначально в него заложили 163 силы, но для нашего рынка он был задушен программно. Мотор очень надежный. Без капитального ремонта способен пройти все 300, а то 400 тысяч. Именно его мы и рекомендуем. Creta продается как с передним, так и с полным приводом. Хоть это и маленький городской кроссовер, но с легким бездорожьем он тоже вполне справляется. В автомобиле имеется блокировка муфты, которая понадобится также для затяжных спусков и подъемов. Подвеска жестковатая, неплохо управляется, но не готова к резким виражам. Автомобиль больше предназначен для спокойной езды. Также стоит помнить, что задиры это не панацея. Если автомобиль качественно обслуживался, ресурс двигателя не подведет. Но тем не менее, крайне рекомендуем заказывать услуги подбора или самостоятельно проверить двигатель с помощью эндоскопа, чтобы убедиться и быть спокойным. А в остальном, хотите простой беспроблемный кроссовер за 2 миллиона, Крэта один из самых свежих вариантов и заслуженная строчка нашего рейтинга. Следом в списке Kia Sportage 4. За бюджет 2 миллиона вы можете присмотреть 2017-2018 года с пробегом до 120 тысяч. Рассматривать стоит передний привод. Схема подвески традиционная для этого класса. Спереди Макферсон, сзади многорычажка. Амортизаторы пассивные. Тормоза дисковые по кругу, но на две топовые комплектации ставят передние диски большего диаметра. Изначально моторная гамма кроссовера состояла из пары бензиновых агрегатов. Атмосферника 2.0 и турбированного 1.6. А также двухлитрового дизеля на 185. Однако надувный мотор спросом не пользовался. Поэтому при рестайлинге его заменили атмосферным 2.4. А дизель из гаммы вообще убрали. Такие машины стоили неприлично дорого. Хотя сам двигатель отличный и до сих пор ставится на заплатформенный Hyundai Tucson. Сейчас кроссовер предлагается со 150-сильным мотором 2.0 и 184-сильным 2.4. Но лучше выбрать именно 2.0. Первый уживается как с 6-ступенчатой механикой, так и с 6-ступенчатым автоматом. Ставится на передней и полноприводной машины. Туповый агрегат можно встретить только на полноприводных двухпедальных автомобилях. Но в заявленный бюджет вы уже не уложитесь. Главная претензия к надежности Kia Sportage была связана с двухлитровым мотором. Про задиры и разваливающийся катализатор знают если не все, то многие. Однако корейцы мотор доработали, теперь оба двигателя при нормальной эксплуатации и надлежащем обслуживании должны без особых проблем проезжать по 300 тысяч километров. Ну и как я сказал ранее, не забывайте проверять автомобиль эндоскопом. Также отличным вариантом для покупки по мнению ОК автоподбор будет Ford Kuga. Год 16-18 на переднем приводе. Пробег в обозначенный бюджет будет около 100 тысяч километров. И вот что мы скажем. Если раньше свежие модели Ford кто-то опасался покупать из-за того, что марка ушла с нашего рынка, то теперь в этом отношении Ford уравнялся со многими другими брендами. Соответственно при поиске небольшого кроссовера можно снова смело рассматривать этот кроссовер. Покупатель получает машину с достаточно современным дизайном и очень неплохой оснащенностью. И что особенно важно, Kuga достойно выступает в качестве семейного автомобиля. Достаточно просторный второй ряд сидений, на котором без проблем помещаются три взрослых человек средней комплектации. С откидными столиками и спинками сидений первого ряда и розеткой на 220 вольт. Проблема одна. Невозможное сочетание полного привода и атмосферника на 2.5. Ведь и он, и эко-буст имеют одинаковую мощность, равную 150 лошадкам. Поэтому в нашем случае рекомендация основывается на двигателе и придется выбрать только передний привод. Также практически во всех отзывах звучат слова восторга в адрес управляемости Kuga и похвальной оценки работы подвески. Мягкая, комфортная, но при этом управляемая и очень хорошо управляемая машина за 2 миллиона. Рекомендуем присмотреться. Едем дальше. Следующий вполне надежный вариант это Nissan Qashqai 2. Старожил среди кроссоверов. Модель дебютировала в далеком 2014-м. Но за 2 миллиона вы вполне можете рассчитывать на 6-7-летний автомобиль. Да рестайлинг 17-18 года выпуска с пробегом около 80 тысяч. Создавая Qashqai 2-го поколения, Nissan сохранил удачную концепцию предшественника. Но при этом появилось много модернизаций. Например, электронные ассистенты, вроде системы предотвращения столкновений, контроля усталости или мониторинга слепых зон. К тому же модель серьезно адаптировали для российского рынка. И наш Qashqai имеет другую подвеску, силовые агрегаты и даже пластик в салоне. Добавили и шумоизоляции. По части силовых агрегатов и трансмиссий рестайлинг 19-го года принес минимум изменений. Но 19-й год мы по бюджету не потянем. И смотрим автомобили постарше. На выбор кроссовер доступен с двумя вариантами бензиновых двигателей. Базовый турбомотор 1.2 развивает 115 лошадей и сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой или вариатором. Передний привод для такой версии безальтернативен. Qashqai с атмосферным двигателем 2.0 на 144 лошади имеет тот же набор коробок. А вот вариаторный Qashqai с 2-литровым двигателем доступен и с полным приводом. И это хорошо. Кстати, до рестайлинга кроссовер можно было также заказать в переднеприводной версии с дизелем 1.6 мощностью 130 лошадей и вариатором. Но после обновления от этой версии отказались ввиду мизерного спроса. Вне зависимости от года выпуска проще всего найти кроссовер с 2-литровым мотором мощностью 144 и вариатором. А вот механика в сочетании с этим мотором встречается крайне редко. Ладно, повышаем класс и уровень, но оставляем заявленный бюджет. Следом Mazda CX-5, первый рестайлинг. Рядные 4-цилиндровые двигатели 2.0 мощностью 150 и 2.5 на 192 лошади при рестайлинге сохранились. Они отличаются только объемом и мощностью. Оба относятся к семейству Skyactiv-G. Моторы атмосферные, с цепным приводом ГРМ, непосредственным впрыском и повышенной геометричной степени сжатия. Двигатели требовательны к топливу и имеют склонность к появлению нагара на форсунках и впускных клапанах. В остальном двигатели надежны. Ресурс до капремонта обычно не менее 300-350 тысяч. Шестиступенчатая механическая коробка на базовой переднеприводной версии надежна и не имеет хронических неисправностей. Сцепление в среднем служит от 120 до 150. До 2 миллионов пробег купленного автомобиля будет порядка 150 тысяч. Год, 15-16. Двигатель лучше выбирать двухлитровый. Шестиступенчатая автоматическая коробка от компании Aisin без проблем способна проработать до капремонта 200-220 тысяч километров. Многодисковая муфта подключения задней оси долговечна, если беречь ее от попадания воды, что обычно происходит на бездорожье. Несмотря на некоторые шероховатости, Mazda CX-5 один из лучших по надежности кроссоверов среди ровесников. Наиболее беспроблемной, как мы и сказали, будет рестайлинговая версия с двигателем 2.0. А привод полный или передний, на ваше усмотрение. Ну и завершимый наш рейтинг достаточно интересным вариантом. Это будет Land Rover Freelander 2. Как и полагается хорошему кроссоверу в плане восприятия дорожного покрытия, Freelander абсолютно всеяден. Любовь к Land Rover. Она штука специфическая. Его либо любят безапелляционно, всем сердцем, за породу, проходимость, дизайн, комфорт, прощая ему все грехи технической составляющей. Либо раз оставив в сервисе крупную сумму денег, начинают люд ненавидеть. Подавляющее большинство оснащено двигателем 2.2 в трех версиях мощности. Мотор миллионик, на базе транзитовского двигателя. Его ресурса хоть отбавляй. Да и вообще, Freelander в данном кузове один из самых надежных среди своих собратьев. Мини-форсированные на 150-160 лошадей более ресурсные, чем 190-сильные. Поэтому за наш бюджет лучше выбрать 2.2. Год за 2 миллиона будет примерно 2012-2014 и пробег примерно до 180 тысяч. Шестиступенчатая механика М66 сочетается только с дизелем. Долговечно и выносливо. Во всех остальных вариантов шестиступенчатый автомат AF21. Его тоже относят к неубиваемым. Полный привод реализован с помощью муфты Haldex. Все системы при хорошем уходе надежны и живут долго. Да, полноценным внедорожником Freelander считать нельзя. У муфты есть предел возможностей. Кузов не рамный, а подвеска независимая, пружинная. Но мы-то здесь говорим о кроссоверах. И в рамках наших поисков Freelander будет отличным вариантом. Главное найти автомобиль, за которым следили и хорошо ухаживали. Ну а с поиском вам может помочь только команда профессионалов, которая и помогала нам составлять этот рейтинг. Обращайтесь к Кириллу Овчинникову и заглядывайте к нему на канал. Там много полезной информации и наглядные примеры его работы. На сегодня это все. Спасибо, что досмотрели до конца. Впереди только самые актуальные автомобильные новости и крайне полезные рейтинги. До скорых встреч.